Предприниматели города продолжают получать поддержку. Им предоставляют субсидии на возмещение понесенных затрат от участия в торгово-экономических выставках. Кроме того, субсидии распространяются на оплату образования работников и приобретение оборудования для модернизации производства. Объем поддержки предпринимателей – 19 миллионов рублей. Чтобы получить поддержку, в организации должно быть повышено требование к уровню оплаты труда – полтора мрот. Помимо поддержки бизнеса, на очередном думском комитете депутаты обсудили объединение ТРВ и телефонной компании Сарова. 100% акций телерадиовещания будут внесены в уставной капитал ТКС. Приватизация МУП ТРВ была осуществлена в рамках дальнейших планов по объединению телефонной компании Сарова и телерадиовещания для оптимизации схожих видов деятельности. Почему мы вышли с такими предложениями? С 1 января 2025 года вступает в силу изменения в налоговом законодательстве. По прогнозам, как в случае объединения, так и при раздельном существовании обе компании понесут убытки. Изменения в налоговом законодательстве формируют бюджетную дыру. Чтобы ее закрыть, руководству пришлось бы пойти на непопулярные шаги в виде увеличения абонентской платы или сокращения штата сотрудников. Поэтому было решено объединить предприятие в виде холдинга. По прогнозам, это должно принести положительный финансовый результат. Подготовка компании к объединению велась на протяжении трех лет. ТРВ замок в себя не является субъектной организацией в этой части, поскольку все сервисные и поддерживающие функции, они уже находятся в объединенном контуре. У нас общие технические службы, у нас общий бэк-офис в квартире юриста, у нас единственный абонентский отдел, который принимает обращение по вселенным вопросам, связанным с деятельностью обеих организаций. То есть фактически мы всю подготовительную работу на сегодняшнем, на текущем этапе завершим. ТРВ станет дочерней компанией ТКС. Большинство сотрудников ТРВ уже перешло в ТКС. Чтобы поддерживать деятельность ТРВ, люди из ТКС работают по договорам. Это создает дополнительный денежный поток, который облагается налогом. Объединение компаний призвано решить и эту проблему. Оба предприятия останутся акционерными обществами. Управление ТКС останется в руках муниципалитета. Проект решения вынесен на заседание Думы. Также на комитете депутатам представили комплексную программу развития социальной инфраструктуры Сарова по 10 направлениям. Речь как о классической социальной инфраструктуре, так и об объектах, которые договорились считать социальными. В том смысле, что это инфраструктура для жизни. Без хороших дорог и коммунальных услуг, достаточного достойного качества, невозможно по себе представить, скажем так, качественный рывок в жизни города. Создание условий, которые бы привлекли сюда ту молодую категорию, на которую мы сегодня рассчитываем. За следующие 10 лет в городе предполагается создать 8700 новых рабочих мест. В программу входят также планы по развитию образования и здравоохранения, проект по расчистке русел рек Сатис и Саровка, создание экотропы и многое другое. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.